еще раз смотрите ты когда даешь в долг сумму больше чем ты готов простить твои твоя концентрация всего твоего сознания уходит туда чтобы вернуть долг и тогда твой поток он сокращается твой финансовый поток он сокращается у человека который взял у тебя в долг да то есть дети допустим 1000 долларов дал я такой когда ты вернешь для отцу к этому тварь когда она вернет я тем самым сужают твой денежный поток я сузил свой и сужают твой одновременно понимаете поэтому в долг на самом деле из благих побуждений лучше не давать бывает ситуация когда нужно выручить человека но зачастую но очень но не стоит или ту сумму которой не жалко что если потеряешь потому что тебя сильно обесточит это вы замечали когда ты вот внесешь деньги отдавать то есть у тебя хорошее настроение сейчас спасут как только это деньги передал у него хорошее настроение от итак у тебя плохое и у тебя плохое до тех пор пока тебе не вернули и есть такое упражнение когда ты пишешь две колонки где-то тебе должны где ты должен ты и ты выписываешь везде имена и фамилии там кому-то должен ты ты всем возвращаешь тем кто должен тебе ты всем звонишь и говоришь когда вернете 90 процентов долгов не возвращают не из-за того что у них нету а потому что тебе не надо очень часто мы отдаем деньги а потом нам неудобно попросить замечали да таки ну чё-то как-то ну ну не буду звонить или сам вот что-то и многие сидят 3 и реально ждут когда им вернут сами никто не вернет и она бывает конечно но это редко но в основном надо позвонить спросить когда вернете потому что когда приходит время отдавать долги и ты не звонишь наверное тебе не надо я потом потратил потом ты звонишь ты я тебе говорю давай через две недели сейчас что-то я уже истратил и ты будешь все чаще больше больше нервничать а я все больше больше буду их оттягивать туда отдачу долга по что я знаю что тебе можно не отдавать я сколько 13 лет до в торговле был 2000 по 13 лет и был в прямых продажах практически да и я знаю вот этот список и анекдот про долги когда говорят когда ты мне вернешь долг он открывает список видишь ваня 10 тысяч долларов должен этому 8 этому 5 тебе 2 да еще три я тебе в очередь четвертым поставлю понимать это везде и у всех так и поэтому хоть и долги надо всегда просить и тогда тебя будут возвращать самое интересное что мы иногда забываем что мы должны мне как-то женщина позвонила после тренинга двухдневного гетт игр большое тебе спасибо это вот воскресенье мы закончили во вторник она позвонила я тебе так сильно благодарны за что я думал ну тренинг хорошо прошел там что-то там этот она за упражнение с долгами я бы что там такого было она ты знаешь я вспомнил я вам тете 8 тысяч долларов было брала там пять лет назад не вернула 8 в казахстане представьте я говорю ты это смысле да у нее тогда проблемы были она потом я она мисс гид заняла потом позвонила сказала кому когда вернешься сказал у меня сейчас нету ты мне не звони когда будто до мужчину короче достала и чуть ли не нахерами послал это обиделась и вот пять лет она не звонила это пришла теперь на тренинг у нее много денег она может отдать и когда стала заполнять этот список она поняла что тетя вот тетя не отдала и во вторник она поехала тетя отдала деньги и она столько энергии столько сил большое спасибо у нее бизнес еще потом вверх подкинула понимаете что происходит то есть нас долги наши долги нас держивают в доходах если ты думаешь что ты можешь что-то взять и там не заплатить и не отдать ты делаешь только хуже себе человеку у которого ты взял он еще сделает и заработает но то что ты у него взял тебя это сильно обесточит поэтому такие такими вещами как бы неэтичными лучше не заниматься и вот эти неэтичные вещи еще раз напомню это от того что папа как бы не научил свое время или папа рядом не было он не показал папа всегда учит этичности и вот все неэтичные бизнеса я так понимаю делают люди которые у которых с папами большие проблемы